А бизнес Афганистана заинтересован в казахстанском сырье. Договориться о поставках они хотят на предстоящем бизнес-форуме в Эстане. В составе делегации прибывшие сегодня 200 человек. Возглавил ее министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Казахстанская страна не скрывает, экспорт сырья сейчас для нас особенно важен. К примеру, у животноводов пока нет возможности перерабатывать производимые объемы шерсти и шкур. Ежегодно в стране производится порядка 40 тысяч тонн овечьей шерсти, но первично обрабатывается лишь 20%. О взаимных выгодах казахстанско-афганского сотрудничества расскажет Батагос Марабаева. Мировые производители афганских ковров планируют увеличить поставку своих изделий, сотканных вручную в Казахстан. Пока же их завозят в небольшом количестве. Как заявляют афганские бизнесмены, рынок нуждается в дешевой и качественной шерсти из Центральной Азии. А она производится в большом количестве в Казахстане. Однако при отсутствии налаженной системы обработки шерсти в стране увеличивается и объем его непроработанного остатка. Шерсть собирают и просто выбрасывают. Как отмечают афганские специалисты, дешевая казахстанская шерсть при этом высокого качества и идеально подходит для изготовления ковров. Я уже продавал ковры друзьям из Казахстана в 2017 году. Нашел партнеров, которые продают ковры здесь. Мы продолжаем сотрудничество и разрабатываем подходящие дизайны и цвета ковров, подходящие для быта казахстанцев. Будучи одним из самых крупных экспортеров ковров, Дальджаман Айкасими приехал, чтобы найти новых партнеров. По его словам, открытие казахстанских и афганских банков в двух странах было бы очень удобно для обеих сторон. Это позволило бы беспрепятственно производить финансовые транзакции. Эти вопросы как раз и поднимали сегодня во время переговоров. Один важный фактор в торговле – это удешевление логистики. Мы приехали и хотим, чтобы транзит и логистика товаров, которые мы будем возить в Афганистан, были дешевле. Когда дешевле логистика, дешевле товар. А также банковский сектор – один из важных вопросов, который мы сегодня тоже обсуждали, и будем работать над этим. Взаимовыгода поможет увеличить товарообмен. Насколько взаимовыгодным окажется сотрудничество между двумя странами, еще неизвестно. Тем временем в стране с начала года отменили экспортную таможенную пошлину. Как отмечают в Минсельхозе, доход от реализации стриженной шерсти смогут увеличить как фермеры на 20-25%, так и перерабатывающие предприятия на 10%. Выставка афганской продукции откроется в столице уже 4 августа. Кстати, на ней казахстанцы смогут ее и приобрести. Путагос Марабаева, Атамикен Бизнес. Афганистан – это недоинвестированная экономика. ТВР-оборот Казахстана с этой страной не заслуженно низкий. Таким мнением с Атамикен Бизнес поделился финансистра Сулрус Мамбетов. Он считает, что у наших стран большой потенциал для развития двустороннего экономического сотрудничества. Торговля – лучший способ, чтобы помочь восстановиться экономике Афганистана. Для нас эта страна привлекательна как рынок сбыта с 40-миллионным населением. Вот также Афганистан для Казахстана является транспортным коридором, который открывает возможности выхода в Пакистан с населением 200 миллионов человек, а также в Индию, страны Ближнего Востока и Африки. Товарооборот с Афганистаном у нас незаслуженно низкий. С экономической точки зрения нам с Афганистаном надо сотрудничать, а с политической никому не интересно, когда есть, допустим, 40 миллионов людей, которые плохо едят, у которых слабая экономика и которые постоянно будут источник беженцев, допустим, и так далее. Нам для стабильности для региона на расстоянии одного-двух государств нам нужно процветание. Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за прошлый год увеличился в два раза и достиг почти миллиарда долларов. Но за пять месяцев этого года показатель составил пока лишь 316 миллионов долларов. Казахстан поставляет в Афганистан 70% всего экспортного объема муки. В прошлом году также увеличились поставки пшеницы и подсолнечного масла. В последнее время стабилизировалась отгрузка лекарств, удобрений и металлопроката.